Санкции против Германии. Вас издаст! О чем шепчутся Байден и Макрон? Эльвира, повелительница бирж? Бинанс? Прощай! Или свободу попугаем? Об этом и о многом о чем еще сегодня в воскресном выпуске. Привет, с вами снова я, Лана Нагорная, и канал Лана Инвест. Концентрат полезности, уникального контента и обаяния. И сегодня по традиции мы с вами вспомним и обсудим самые горячие биржевые новости. На повестке инвестиционная неделя с 18 по 22 апреля. Поехали! На российском рынке дела обстоят так себе. Опять снижаемся к уровням марта. Объемы низкие, геополитика без улучшений, драйверов для роста нет. Спроса тоже. В общем, с какой стороны не посмотри ничего хорошего. К концу недели, правда, покупатели понемногу начали возвращаться, а объемы увеличиваться. Хотя ликвидности по-прежнему было мало. Итог. Сплошной разброд и шатание. Растут то одни, то другие. Стабильности нет и позитива пока мало. Америка всю неделю продолжала курс на снижение с периодическими порывами в плюс. Ну а что? Инфляция растет. ФРС, скорее всего, будет в мае повышать ставку сразу на 0,5%, а в июне распродавать активы с баланса. Так что стартовавший сезон отчетности оказался как нельзя кстати. На днях отчитался любимый банк Уоррена Баффета Банков Америка, результаты оказались очень даже ничего. Все ключевые показатели превысили прогнозы аналитиков. Но тут вот какой момент. Доходы у них растут за счет повышения объемов потребительского кредитования. То есть простым людям денег не хватает, они бегут в банк, а это дело такое, ненадежное. Сегодня население кредиты платит, а завтра уже не может. Вот и получается, чем хуже дела у народа, тем лучше у держателей финсектора. Вот только надолго ли? Недавнее стремительное пике Нетфликса перепугало фондовый рынок. Еще бы! Минус 40% за день. Это прям сильно. Рассказываю. Нетфликс сочетался среди техов первым. Результаты за прошлый квартал вполне неплохие, а вот прогнозы на будущее совсем не оправдали ожидания инвесторов. Если коротко, Нетфликс стремительно теряет подписчиков. С начала года у него уже минус 200 тысяч человек. По предположениям, во втором квартале будут еще потери, и это станет худшим годом в истории компании. Из-за оттока обладателей платной подписки ребята решили создать более дешевую версию своего стримингового сервиса с рекламными вставками. Но это было уже никому не интересно. Минус 25% как с куста в тот же день. Итог вы знаете. В результате равновесие потеряли все стриминговые и развлекательные сервисы. Так что борьба за пользователей будет жестокой и беспощадной. А бюджеты на новый контент придется сокращать. К примеру, Warner Bros. Discovery уже начал и решил закрыть сервис CNN+. А прошло всего пару недель с его открытия. Посмотрим, чем будут брать другие. Ой, простите, мы же не посмотрим. Tesla снова всех порадовала. Выручка растет, прибыль тоже. Ребята заверили, что постараются сделать все, чтобы каждый год рост поставок автомобилей увеличивался до 50%. Но поправочка. В этом году таких результатов не ждите. Проблемы с поставками, с деталями, с ковидами и вообще кругом одни проблемы. Поэтому грандиозного роста на отчете не случилось. Tesla показала плюс 5% и на том спасибо. Вы как, успели прокатиться на отчетах? Только не говорите, что не знаете, как это делается. Хотя нет, говорите, не стесняйтесь, а я вам расскажу, что нужно делать, чтобы этому научиться. План действий до невозможности простой. Встаем со стула и идете ко мне на трейдинг. Все. Остальное дело за мной и моей командой. Научим разбираться в графиках, в фигурах, понимать механику процесса и, само собой, зарабатывать на трейдинге хорошие деньги. Я вам докажу, что деньги – это легко. Это не про страдание и боль, а про свободу выбора и удовольствие. Ссылка под этим видео. Переходите, регистрируйтесь. Пора уже брать от этой жизни все, что она дает. Пора хакнуть трейдинг. А мы возвращаемся к самым интересным биржевым событиям. И кто точно на позитиве, так и это нефть. Цена в моменте достигала 113 долларов за баррель. Краткий ликбез от богинечки, почему так? Санкции против российской нефти создают массу проблем, в том числе товарных и логистических. Страны-импортеры распродают нефть из стратегических запасов, а Россия в это время берет и сокращает добычу аж на 7,5%. Суточного объема в апреле. Как назло, Китай справляется с ковидом, а в Ливии закрылось крупное месторождение. Если ВИЭС снова начнутся кулуарные разговорчики про нефтяное эмбарго, ждите цены еще выше. Видимо, поэтому Байден и компания сделали вид, что отложили свои зеленые планы на неопределенный срок и возобновили выдачу лицензии на добычу нефти и газа на федеральных землях. Природа и экология это, конечно, важно, но что еще делать, когда цены на бензин растут, а общественность давит? Опять спиртом, что ли, разбавлять эту вашу общественность? С 18 апреля банкам разрешили продавать нам валюту, но только ту, которая поступила в кассы с 9 апреля. Лимит на снятие все тот же, не более 10 тысяч долларов. А доллар, между тем, вернулся к своим истокам. Уже предлагают по 73 с небольшим купить. Наверное, кто-то кнопку перепутал и двинул котировки вниз. Поделитесь в комментариях, покупаете ли вы сейчас валюту или теперь, когда уже можно, то не особо и хочется. Владимир Путин подписал закон о запрете размещения депозитарных расписок на иностранных площадках. Напоминалочка. Депозитарная расписка это как бы сертификат, который подтверждает право на владение иностранной акцией. Торгуются они в валюте страны, в которой эти торги происходят. Например, в США в долларах, в Лондоне в фунтах стерлингов, в Гонконге в юанях. Так вот, новый закон обязывает провести делистинг уже размещенных расписок. Это значит, что их владельцы автоматически получат вместо них акции соответствующих российских компаний. Но не всех. Список есть в открытом доступе. Например, Сбербанк в этот список входит, а X5 Group нет. Закон вступает в силу 27 апреля. На все про все есть примерно 10 дней после его публикации. Сразу скажу, делается это для того, чтобы при возобновлении торгов огромные пакеты бумаг не перешли к отдельным крупным игрокам за бесценок. А так как объемы они могут выкупить колоссальные, то, глядишь, еще и условия свои начнут диктовать и давление на наш рынок оказывать. Так что, спасибо, не надо. Нам и без этого пока хватает. Эльвира Набиулина остается с нами в качестве главы Центробанка еще на целых 5 лет. В Госдуму ее кандидатуру поддержала. Мы с Госдумой солидарны, так как эффект от ее решений есть. Набиулина справляется на отлично. Или, может, это ее новая команда справляется на отлично? Как вы думаете? Мосбиржа начинает торги фьючерсом на юань с новыми параметрами. Главное его отличие сниженный в 10 раз номинал контракта, а еще увеличенный шаг цены и его стоимость. То есть, при меньших вложениях можно будет заработать больше. Цель нового фьючерса расширение аудитории и удобство торговли. Все для нас, так сказать. Альфа-банк шлет всем привет и сообщает о переезде брокерских счетов, которые только что заселились. Так что вещи разбирать даже не придется. С 20 апреля снова в дорогу. Куда эвакуируют, пока не сообщают. Есть у меня тут те, кто в Альфе? Киньте реакции в комментариях, пожалуйста. Валютные послабления от нашего Центробанка продолжаются. На этот раз они касаются экспортеров ни сырьевого, ни энергетического сектора. Это те, которые не связаны с нефтью, газом и металлами. Срок обязательной продажи валютной выручки увеличен с 3 до 60 дней. Заметили, какая у Центробанка скорость принятия решения? Начали с одних, не помогло. К концу недели эту возможность дали всем. Кто бы мог подумать, что наш Центробанк будет бороться с падением доллара, а не рубля? Видимо, если и это не поможет, скоро будут новые предложения от Центробанка. А мы ждем. Газдума подумывает запретить покупку иностранных ценных бумаг на ИИС. Также есть предложение увеличить сумму инвестиций на ИИС типа Б с 1 миллиона до 3 и предоставить определенные налоговые льготы. Какие? Пока не решили. А вы инвестируете на ИИС? Или вам не по душе, когда нет быстрого доступа к деньгам? Напишите в комментариях. Великобритания собирается лишить Мосбиржу статуса признаваемой фондовой площадки. Это значит, что британские инвесторы не смогут больше получать ряд налоговых льгот в отношении инвестиций в Россию. А еще то, что Запад больше не считает такие инвестиции целесообразными. Но оно и понятно. Надо же им что-то делать, ведь мы их не выпускаем из наших бумаг с февраля. Но вы не переживайте, для нас это ничего не значит. И никак не отразится на работе Мосбиржи. Ситуация с Китаем прямо как в песне, когда друг оказался вдруг. И не друг, и не враг, а так. Китай говорит, что не даст российским подсанкционным банкам выпускать карты UnionPay. Хотя судить, конечно, рано. Подождем разъяснение, что там на самом деле происходит. То ли недопонимание, то ли все-таки санкции тоже боятся. Опасения, конечно, не из воздуха. Вот, например, в мире стали поговаривать, а не пора ли начать вводить санкции против Германии. Мол, раз немцы берут российский газ, значит, они тоже токсичные. А тот факт, что без топлива для промышленности немецкую экономику ждет катастрофа, никого не интересует. А это, на минуточку, крупнейшая экономика Европы. Так что Германии сейчас тоже не позавидуешь. Выбор у нее сложный. Бинанс, прощай, или свободу попугаем. Платформа решила ввести запрет против граждан РФ. Это касается счетов, общая стоимость которых более 10 тысяч евро на балансе. Вывести средства будет можно, а вносить и торговать нельзя. Все открытые маржинальные позиции стоимостью выше 10 тысяч евро должны быть закрыты в течение 90 дней. В лимит 10 тысяч евро входят все виды депозитов, в том числе спотовые, фьючерсные, а также проценты с депозитов и стейкинги. Ну, это типа вкладов. Распределить активы между несколькими аккаунтами нельзя. Новые учетные записи не запрещены, если баланс будет ниже 10 тысяч евро. Это касается всех российских счетов, в том числе граждан, которые живут за пределами России. Прекращать работу в России Бинанс пока не планируют, но сколько будут действовать ограничения неизвестно. Специалисты говорят основными децентрализованными биржами, их называют DEX биржами, для России станут Unisweb, это самая крупная, и DYDX, которые уже переходят к полной децентрализации. Из недецентрализованных бирж это Bybit, она самая волатильная, самая ликвидная, присмотритесь лучше к ней. Ну, а небольшие биржи будут продолжать блокировать пользователей по геолокации. Например, такие как Pancakesweb, которая по факту связана с Binance. Так что совет дня храните свои монеты на горячих или холодных кошельках, а не на биржах, и будет вам счастье. General Motors прям точно все. Компания прекращает поставки дилера и увольняет всех сотрудников. GM станет первым иностранным автоконцерном, который окончательно уходит из России и даже не будет проситься обратно, как сейчас IKEA и Zara. ЕС продолжает попытки расшатать экономику Российской Федерации. Готовит очередной шестой пакет санкций. Макрон и Байден по этому поводу решили даже устроить рандеву, чтобы придумать для России что-нибудь эдакое. А то фантазий поодиночке уже не хватает. Придумывать уже особо нечего, поэтому США запретили российским судам вход в свои порты и снова увеличили объемы финансовой помощи и поставок вооружения Украине. Не удивлюсь, если в конце этого года компании оборонного сектора США покажут суперрезультаты. Еще бы! У них столько заказов! Не является инвестиционной рекомендацией. На минуточку так. Незадача получается. Вместе с российской экономикой почему-то расшатывается еще и европейская. Как говорится, упс, инфляция у них уже 7,4%. Цены растут на все. А тут еще Федеральная ассоциация немецкой авиационной промышленности предупредила жителей о повышении цен и на авиабилеты из заведения эмбарго на поставки энергоресурсов из РФ. В Великобритании цены растут по-королевски. Из-за запрета на импорт древесины из России уже даже на мебель. Между тем потребители режут свои расходы. И теперь очередь дошла до подписок на стриминговые сервисы. Число подписчиков сервисов Netflix, Amazon и Disney Plus в первом квартале значительно сократилось. Но какой Netflix, какой Amazon, когда яйца в два раза подорожали. В итоге Великобритания снова объявила нам санкции. Запрет на импорт серебра, изделий из дерева и высококачественных товаров, включая икру. А еще увеличение тарифов на импорт ряда товаров, в том числе алмазов. Не покидает ощущение, что пилят англичане сук, на котором сами же и сидят. А вот ребята из Италии выдвинули парочку интересных идей по выходу из кризиса. Одна из предложенных антикризисных мер ввести потолок цен на российский природный газ. Вот только интересно, кто границы этого потолка будет определять. Кстати, как вариант, можно еще со своими ценниками в магазин сходить. Тоже так ведь можно получается, да? Пусть и в супермаркете границы определяют. Че мелочиться-то? Что хочется сказать, глобализация это, конечно, круто, но в идеальном мире с нормальными отношениями, а в таком, как у нас, это очень дорого и накладно. Результат налицо. Хотели сделать плохо одному, а плохо стало всем. С вами была я, Лана Нагорная и самые интересные биржевые новости. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал и обязательно посмотрите другие мои видео. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok